Члены влиятельной национальной стрелковой ассоциации США собрались на конгресс в Хьюстоне, штат Техас и заявили о неприятии планов президента Обамы об ограничении свободы продажи оружия. Участники форума поздравляли друг друга с тем, что законодательная инициатива Белого дома была провалена в прошлом месяце в Сенате. Многие выступавшие, впрочем, говорили, что битва еще не закончена, и впереди нелегкое противостояние с теми, кто покушается на конституционное право американцев. Вашингтонский истеблишмент смеется над вами, но вы не сдаетесь. Либеральная пресса даже не пытается вас понять, но вы не сдаетесь, не отступаете. Проблема свободной продажи оружия в США стала одной из наиболее обсуждаемых после бойни, устроенной Адамом Ланзой в школе города Ньютауна в декабре прошлого года. Тогда погибли 20 детей и 6 взрослых. Самый последний опрос общественного мнения свидетельствует, что 74% членов Национальной стрелковой ассоциации поддерживают ведение проверки личности покупателя оружия. Но кажется, будто их лидеры занимают более консервативную позицию и не хотят никак менять ситуацию. Барак Обама настаивает на запрете свободной продажи штурмовых винтовок, многозарядных магазинов, а также хочет вести тщательную проверку личности желающих приобрести оружие. Против выступает большинство республиканцев, ссылающихся на вторую поправку Конституции, гарантирующую право на самооборону.